10 сентября в прокат выходит лента «Пиковая дама. Чёрный обряд». Создатели фильма позиционируют ленту как первый мистический российский хор. Так это или не так, нам расскажет актриса Евгения Лаза. Приветствую вас. Здравствуйте. Евгения, так вот, я, как человек неискушённый, я был озадачен, что это первый мистический хоррор. Я думаю, что у нас их было там несколько. Ну, мне кажется, настолько серьёзного и правдивого хоррора, наверное... Хоррор должен быть правдивым, это важное качество для этого жанра. Ну, мне сложно судить, но мне кажется, это настоящий фильм ужасов в лучших традициях, да, и Голливуда, и европейского кино. Но я в том числе считаю, что это, наверное, да, впервые в России будет именно такое кино. А Ви разве не являлся хоррором? А, ну, я считаю, что это, ну, мистический, да, скорее, триллер, да, фольклорный. А вы ленту видели уже, уже сами посмотрели? Да, да. А почему так лукаво, да, да? Не целиком, не... Просто это происходило ранним утром, и я в таком, каком-то была сумбурном расположении духа, я даже не поняла, что это было, но весь день я ходила с таким лёгким треймером. А то страшно? Это было действительно страшно, да, и... А такие фильмы, наверное, лучше как раз вечером смотреть, мне кажется, на ночь, нет? Ну, раньше я именно так и делала. Правда, после этого мне приходилось смотреть ещё какую-нибудь комедию, дабы сгладить впечатление. Правильно, заесть, да. Да, но здесь у меня не было выбора, там у нас был предпоказ, и, собственно, когда нас пригласили, когда нам показали, тогда мы и посмотрели. Кого вы там играете? Я играю мать... Уже смешно. Мать не героиню, но героя, которая всё время борется на протяжении всего фильма за безопасность своей дочери, за её жизнь. Дочь, собственно, главная героиня. А сколько главной героини? По сюжету, по фильму, я не про актрису. 12 лет, 13 лет. А вам по сюжету сколько? Ну, соответственно, 33. Ага, понятно. Ну, в принципе, недалеко ушли от правды по этому. Ну, мы не будем про правду говорить. Хорошо. Выглядите вы, естественно, гораздо моложе, вы сами знаете это. Ну, вот это вот мне пришлось сыграть, конечно, наверное. А такой неприятный, да, момент, когда приходится играть, ну, по роли женщин, которые старше биологического возраста? Ну, мне довелось это делать впервые, поэтому, в принципе, я была довольна, это даже интересно. Находишь в себе какие-то более серьёзные качества уже, не знаю, материнские, так как я, ко всему прочему, ещё и не имела удовольствия, да, быть матерью в жизни, поэтому здесь у меня такая двойная была задача сыграть маму, ещё и маму взрослого ребёнка. А вы единственный ребёнок в семье, да? Нет, у меня ещё старшая сестра есть. Старшая? Как зовут её? Лариса. Но она не имеет отношения к кинематологу? Ваши родители, они оба инженерили, насколько я понимаю. Да, да, по образованию инженеры-строители. А кем служат? Ну, сейчас они уже оба на пенсии. В прошлом у меня папа был и начальником строительного управления, зампреда города. Это в Антраците, да? Кстати, вот у вас же, наверное, остались там и друзья, и, может быть, родственники в Луганской области. К счастью, из родственников у меня никого не осталось. Это звучит счастье из родственников. Нет, просто в самом городе Антрацит у меня были только мои родители, моя вот ближайшая семья. Мы все переехали в Москву уже давно, это ещё в 90-х. Остальные же ещё тоже в 90-х или в начале 2000-х переехали, ну, кто куда, Киев, Греция. А последний раз когда вы в родном городе были? Пару лет назад. То есть до того, как началось вот это всё? А как у вас отношение вообще вот ко всей этой истории, которая происходит? Я очень болезненно к этому отношусь, на самом деле. Я очень переживаю за народ, даже, я скажу откровенно, не столько за будущее страны, наверное, как бы это ужасно не звучало. А про какую страну сейчас? Я про Украину, безусловно. Я болею и очень переживаю за народ, который находится непосредственно, да, вот в этих местах, в Луганской области, Донецкой. То, что с ними происходит, чему подверглись, да, их жизни, ну, это ужасно, не знаю. Хотя, более ужасно, наверное, звучит то, что люди начинают как-то к этому привыкать, адаптироваться. Люди к этому привыкают, к этому нашу природу. Это является темой обсуждения в семье? Ну, нет, я стараюсь не обсуждать, потому что мы немножко с родителями придерживаемся разных точек зрения, поэтому... А, то есть вы не единомышленники? Нет, к сожалению. Понятно, то есть они, как, наверное, большинство людей старшего покорения, они все-таки считают, что страна единая, и народ один, а вы... Нет, дело в том, что у меня, на самом деле, родители оба россиянина. И так получилось, что я родилась в Украине. У вас мама кубанская казачка, из какой станицы? Она родилась в Ростове, но при этом, да, вся родня у нас в Краснодарском крае, станица Кущевская, тоже нашумевшая. А папа у меня... А папа из Украины, да? Он из Украины, но при этом он тоже русский. Вот, и я единственный человек в семье, который... Ну, да, сестра у меня тоже родилась в Мурманске, и я единственный человек, который родился в антраците в Украине. И я, несмотря ни на что, считаю себя украинкой, хотя, конечно, уже больше... А на моде разговариваете? Тришечки. Но это еще благодаря тому, что у меня очень часто съемки бывают в Украине, в Киеве непосредственно. И бывает, что я читаю украинскую литературу или поэзию, поэтому язык я стараюсь поддерживать. То есть это помогает, да, в работе знаний языков? Ну, в работе не скажу, но я очень люблю украинский язык, мне нравится, как он звучит. К сожалению, очень редко кто на нем правильно разговаривает, поэтому и я стараюсь не козырять, потому что я не знаю его в совершенстве. А ну, а вот в Луганске там в основном на Суржике, да, там мало кто говорит, да? А вот на самом деле я очень плохо узнаю кинематограф Украины, а там снимались хорроры? Потому что я понял, что «Пиковая дама» — это первый российский хоррор, а на Украине снимались такого рода ленты? Вы не в курсе? Нет, я, честно говоря, не знаю. Ну, «Пиковая дама», она позиционирована как плюс 16, а я трейлер посмотрел, мне показалось, что это, ну, такое подростковое кино, нет? Прямо в зеркале. Как у вас по вашему мнению? На самом деле, нет, я бы не сказала. Да, там есть момент того, что главные герои — это все-таки дети подросткового возраста. И поэтому всегда интересно там тимейджерам смотреть фильмы, где главные герои. Но дальше по сюжету там как раз-таки этих персонажей становится все меньше, и больше уже уделяется внимание ценности, ну да, вот семьи, вот как воссоединяется отец с матерью, их взаимоотношения, их взаимоотношения с семьей, с дочерью, между собой. Поэтому здесь я уже могу сказать, что это и для более взрослого, да, поколения. Ну, как это делают подростки в основном во всем мире? Я не знаю, я, честно говоря, далека. Да? А вы вообще от кино, ну, насколько вы далеки от кино, понятно, что вы в кино, поскольку у вас профессия такая. Но вам нравится ходить в кино, смотреть кино? Да, я очень часто хожу в кино, и это делаю не только в России, так же и в Украине, и за границей, хотя не знаю английского языка в совершенстве, но мне очень интересно посмотреть, допустим, фильмы в оригинале, да, без дубляжа. А у вас возрастом меняется пристрастие? В кино? Да. Да, как я уже сказала, вот раньше, допустим, я любила ужасы, не знаю, комедии какие-нибудь глупые абсолютно, а-ля американский пирог, может быть, или что-то такое. Ну, сейчас, не знаю, мне больше нравится мелодрама или какое-нибудь авторское кино. Да, девочки, да, кино. Да, черный юмор, я вот люблю. То есть вы Макабр тоже уважаете? Да, испанских режиссеров, вот, конечно. Кумиры есть у вас в профессии? Нет, это, наверное, нету такого актера, на чьи бы фильмы я ходила бы безусловно. То есть я скорее хожу на в целом фильм, я смотрю, кто режиссер, кто актер, сценарий. Иногда могу даже просто по рекомендациям пойти, не зная, кто и что. Сказали хороший фильм, окей, я посмотрю. Учились вы у кого? Вы поступили сразу в два вуза, если я правильно. Нет, я старалась, да, поступить в два, то есть попытки и в Абгик, и в школу-студия МХАТ. Да, и в результате... Школу-студия МХАТ. Вот, судя по тому, что я читал, по совету Константина Райкина, каким образом и как это... Во время конкурса был задан вопрос, были ли у меня попытки поступать куда-либо еще, я сказала, что да, в Абгик, и он просто сделал такое замечание, что вот МХАТ бы вам пригодился больше. Ну, вроде того. Вы считаете, в вашей профессии важнее природные данные и вот то, с чем вы родились, или школа, то, чему вас научили? Что самая существенная в вашей профессии? Мне кажется, одно без другого, мне кажется, не может. Ну, видимо, да, но что, приоритет вы не ощущаете никакой? В каком возрасте вы для себя решили, что вы будете... Артисткой. Да, актрисой. В пятилетнем возрасте. Ну, в пятилетнем возрасте, наверное, подавляющее большинство девочек себя в этом видит. Что вы для этого сделали в пятилетнем возрасте? Вы как-то... Ну, да, уже ни в одном интервью, конечно, я говорила. Это, приезжая к бабушке в деревню, у нас летом всегда устраивались такие мини-спектакли, в которых я инсценировала какие-нибудь анекдоты, сказки, какие-нибудь песенки, танцы. То есть это был такой концерт для жителей бабушкиного села, станицы. И вот, покупая билеты, приходили и смотрели на это все безобразие. Что самое привлекательное в этом ремесле актерском? Я даже однозначно сложно сказать, но для меня вот в последнее время, наверное, это просто мой воздух. Я обратила внимание на то, что когда у меня заканчивается проект очередной, я приезжаю в Москву, приезжаю домой, и я понимаю, что я не могу найти себе место. Как? Мне не нужно вставать, мне нужно идти на грим. Я преображаюсь на площадке, я там совершенно другой человек. В жизни я на самом деле более закрытый, замкнутый, одиночка. Но никто в жизни, кто работал со мной, не скажет обо мне в подобном плане. То есть вы в образ пойте? Это не образ. Мне настолько там хорошо, я настолько расцветаю, что я хожу, шучу, со всеми общаюсь, всех развлекаю. Увлекаю. Женя клоун, в хорошем смысле этого слова, надеюсь. Но это просто каждый раз становится моей новой семьей, съемочная группа. И все. Поэтому что именно, не знаю, все. Как-то вы насчет вот одиночки сказали, я задумался над тем, что, ну, а кто вас, кто с вами, так скажем, кто любимый человек в Евгении? Мои друзья. А, то есть вот так вот. То есть нет любимого человека. Любимого нет. А у вас степаж есть какой-то определенный? Мужской. Мужчина определенный нравится или вот по-разному? Или бывает, что там, не знаю, голубоглазый брюнет обязательно или рыжий? Я думаю, что нет. У меня есть определенные какие-то качества характера, которые неизменны, но... Вот, огласительный список, да. Что нужно, чтобы вам понравиться? Этот человек не должен быть хамом. Так. Должен быть, ну, я не люблю ленивых мужчин. Так, то есть он должен быть трудолюбивым. Да, естественно. Энергичным. Да, естественно, я не люблю глупых мужчин. Пусть это останется для меня, Миша. Чувство юмора, безусловно, забота. Ну, наверное, какие-то... Деньги имеют значение? Ну, то есть вот возможность заработать деньги. Безусловно. Да? Да. Ну, почему безусловно? На данный момент. Возможно, когда я встречу человека, не имеющего, да, возможности заработать, достаточно, да. Я его полюблю, и, может быть, это для меня не будет главным. Ну, не главным, а одним из факторов. Но на данный момент, ну, мне было бы... Я очень привыкаю ко многим вещам. И, естественно, я привыкаю... А, то есть вы консерватор, да? Да, я консерватор. И я привыкла к определенному образу жизни. Так как я самодостаточна, и мне хотелось бы, чтобы мой мужчина мог быть вот как-то рядышком примерно на уровне. Кота нет у вас? Нет. Нет? А почему? Вот идеально подходит, вот когда самодостаточен, такой есть самодостаточный живот. Нет, я поняла. Да, каждый раз, когда вы отказываете в свидании, да, хорошему парню, где-то рождается котенок, который будет жить с вами после 40. Такая треска, нет. Я не понимаю, у нас, кстати, просто традиции в передаче. Мы очень часто во время эфира предлагаем приютских кошек, когда у нас есть приют, приют зрителям. Поэтому я к слову. Нет, я боюсь на себя брать такую ответственность, заводить животного. У меня был однажды опыт собак. Я себе завела чудесного песика. Но мне пришлось с ним сначала попрощаться и отдать его родителям, так как у меня были постоянно съемки, и мне с кем было ему сидеть. А потом он вовсе у нас умер. Поэтому я сейчас прям совсем животное для меня. А вот вы, я уже понял, что вы, наверное, человек не очень инициативный, потому что мне что-то странно. У вас есть такой знаменитый совершенно на всю страну однофамилец Юрий Лоза. И вы ведь даже с ним не знакомы. Нет. Ну а почему-нибудь неужели нет любопытства просто познакомиться, понять, насколько вы, может быть, не только однофамилец, может, у вас какие-то общие корни? Нет? Не знаю, пока не было такого желания. Вот я говорю, что вы человек... Я скромный. А вы скромный человек? Да. Это мешает, наверное, в профессии. Есть, наверное, такие роли, от которых вы отказываетесь в силу своей скромности? Допустим, вы можете сниматься там ню? Или вы скромный в жизни, а если дело доходит до работы, то вы это выключаете? Если это необходимо, то, конечно, мы можем обсуждать это с режиссером, но в том числе и с оператором. То есть я обязательно должна знать, как это будет, что будет видно, что видно не будет. Но, как правило, ню я не снимаюсь. А как вы относитесь к тому, что, в принципе, формат съемок мужчин, актеров в каких-то журналах, то, что называется, с обнаженкой, не очень распространен. А женщин, мне кажется, что почти все, независимо от статуса, известности. То есть социум нормально воспринимает, когда обнаженная натура появляется на обложке. У вас отношение как к этому? Я очень люблю смотреть эти журналы, мне нравятся. Не про мужские журналы, говорим, где? Я про женские. Ну, мужские, нет, мужские, ну как-то не очень. Ну, а обнаженная натура в основном ведь все-таки в мужских журналах, как мне кажется. Ах, не знаю, тогда, правда, их я даже не видела, не смотрела. А то есть вы видите обнаженную женскую натуру в женских журналах? Они больше... Подождите, вы говорите про мужские журналы и обнаженных женщин? Да. А, все, да, я думала про обнаженных мужчин. Все, я поняла. Мне как-то сложно представить. Да, 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 ну да, смотрю, конечно, бывает. Это очень красиво обычно. Ну, вас бы что-то могло остановить от предложения? Да, я боюсь, я бы даже не согласилась. Не знаю, ну, либо это должно быть прям как-то совсем все завуалировано, скрыто-закрыто. То есть в кино это вас бы не остановило, если бы это было так или иначе оправдано сюжетом? Ну, опять же, все в меру, все в каких-то... А вам вообще приходилось, ну, не по этой причине, а по каким-то причинам отказываться от тех или иных ролей? Ну, допустим, из-за занятости, из-за того, что вам одновременно два предложения было. Занятость, да, занятость, качество тоже сериалов, если каких-то долгоиграющих, я тоже стараюсь не принимать участие в таких сценариях. Вы когда определяете качество, вы читаете сценарий, да, или какую-то заявку, это ваше единоличное решение или вы советуетесь, ну, не знаю, с друзьями? Ну, обычно сама принимаю решение, но если уж что-то совсем сама не могу решить, тогда, да, я могу посоветоваться с родителями, с друзьями, с коллегами. Ни разу не приходилось жалеть, что вы отказались от роли, а потом получился интересный проект. Нет. И вы сейчас сказали, Женя. Нет. О чем вообще вы жалеете в жизни? Всегда у человека бывают какие-то вещи, решения, о которых он потом думает с огорчением. Нет, у меня, наверное, скорее тот случай, когда я жалею, что я чего-то не сделала, не решилась, не осмелилась, не была настойчивой вот где-то. Наверное, скорее в таких. Ну, я работаю над этим, я еще как-то стану такой настойчивой. Дерегитесь всем. Ну, если обратиться к вашему рабочему опыту, самый, допустим, с вашей точки зрения достойный проект, ну, если бы надо было устроить презентацию и рассказать, кто такая Евгения Лазак, и надо было бы показать, не знаю, что-то одно, что бы это было. За исключением, естественно, проекта, который 10 сентября будет. Не говорим, что бы вы выбрали? Ну, наверное, я горжусь работой не столько своей, а сколько в целом, да, проекта «Героя нашего времени». Да, вы лермонтовская девушка такая, читала рецензии, говорили, что из Тургеневской девушки впервые Евгения Лазак показала нам типаж лермонтовской девушки. А вы читали произведения прежде, чем... Ну, конечно, в школе же, да. Ну, в школе, значит, многие просто в школьной программе... Ну, и перечитывали, естественно, перечитывали. Вы отличницей были в школе? Насколько были вы усердным учеником, ученицей? Я была в какой-то момент, наверное, до подросткового возраста, я была круглой отличницей, похвальные грамоты, все это было, олимпиады. Ну, в какой-то момент я поняла, что образ плохой девочки, наверное, более популярен. Вот, и я всячески старалась, наверное, завоевать внимание своих одноклассников, никого-то, да, в образе такой хулиганки даже больше. Вам, наверное, было сложно учитывать, что вы консерватор, я так понимаю. Я была в поиске себя, да. Вот, это, ну, это было весело зато, наверное, интересно, есть что вспомнить. И учителей доводили до прединфарктного состояния. Ну, конечно, сейчас я об этом сожалею. Ну, вот о чем-то, наконец, я получил ответ на вопрос, о чем вы сожалеете. Это не то сожаление, с которым я живу, конечно, поэтому я его не озвучила. У нас такая традиция, мы обычно заканчиваем, то есть необычно, а всегда, вот, игрой в правду. Как правило, на три вопроса отвечает гость, но в контексте того, что вы консерватор, я решил вас пощадить, и всего один будет ответ. Потому что вопросы бывают очень-очень, ну, разные бывают вопросы. Значит, как это работает? В красном мешочке есть четыре фишки, вы выберете одну, прямо сейчас. Вот, скажите мне, какого она цвета, и такого же цвета выберите карточку. Желтая. Любую желтую карточку, Евгения. Неловкий вопрос. Боже мой, это действительно неловкий, я сейчас буду плакать. Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? А, вот ток-ток, я только в этом говорил. Ток-ток, что, да, ответили на этот вопрос. Ну, да, возможно, я считаю это часть своей виной, поэтому, да. Евгения Лоза, она, не знаю, как она актриса, но она совершенно обаятельная женщина, как бы. Смели сейчас убедиться вместе со мной. Я надеюсь, что наша беседа войдет в очередную книжку из серии «24 кадра правды» про женские истории. Эту я дарю вам. Спасибо большое за беседу. Спасибо большое. С удовольствием. Прочитаю. Спасибо.